доброе утро дорогие мои друзья а я знаю что вы очень долго ждали этого влога я думаю точно так же как я просто но я старалась старалась хотя бы обзор вставлять из магазина поделиться с вами рецептом своих отбивных вы все это удачно просмотрели я видела спасибо вам за это за все ваши комментарии на которые тоже не сразу отвечала солнышко на улице жара стоит три дня у нас кондиционер поломался в общем там с этим тоже целая неразбериха но в общем то есть уже разбериха кости сам будет ремонтировать там одна запчасти полетела тоже что-то типа реле в общем короче он это заказал сам будет менять у меня муж мастер на все руки это конечно молодец хорошо иметь мужу с хорошими техническими навыками ребята и очень еще раз извиняюсь за долгое отсутствие просто ну вы знаете что учеба и конец года естественно большое напряжение дело в том что в следующем месяце 27 июня я уже получаю диплом сертификат диплом называйте как хотите сейчас в принципе всю теорию все что касалось скилл с которой я должна сдать мы уже в школе сделали последнюю четверть мы сосредоточены в основном на том как работает этот бизнес как открыть свой бизнес свой салон или как снимать кресло то есть все что с этим связано именно с плане бизнеса и экзамена у нас уже не будет но мы делали три самостоятельные большие работы и сейчас готовим бизнес-план как бы претендинг как будто мы хотим открыть но мне не нужно претенд потому что в общем-то планы у меня такие есть как мы будем разруливать наш бизнес и есть определенный план по которому мы составляем этот бизнес-план кстати видите мы лампу по перекрасили в серебряную с золотой и вы видите фон фон обратите внимание фон стен но я вам пока не показываю до после потому что еще делал проделывается работа еще возьмет какое-то время я бы хотела чтобы вы посмотрели все уже когда будет более таком состоянии готовым к показу ну немножко хотя бы одним глазом посмотреть как было как стало но вы уже можете видеть изменения что во первых на стенах нету детских рисунков так вот уже нету детских рисунков уже чистые стены что есть приятно вот сейчас наступил тот месяц когда я работаю опять в салоне я сейчас вернулась на последний свой кооп на последнюю практику в свой же салон любимый дорогой вот так что буду я там где-то числа до 20 и все и конец конец учебе наступают летние каникулы вот я летом решила остаться с детьми еще не выходить в принципе на работу буду с детьми потому что считаю это единственное время слава богу мне возможность жизни позволяет остаться с ними дома когда лето надо проводить с родителями потому что это те воспоминания которые у них останутся лето с мамой и в перерывах с папой какие-то будем делать поездки здесь по канаде в этом году мы не планируем больших поездок даже скорее всего в америку не поедем потому что во первых у меня здесь немножко работа во вторых нам нужно мы хотим тут по дому кое-что закончить ремонт и мы хотим в этом году сосредоточиться на озерах это то чего мы не делали ни один прошлый год потому что габи была маленькая и мы везде куда-то вечно таскались то америка то еще что-то вот но в основном америка вот в этом году мы хотим сосредоточиться на озерах потому что в канаде их предостаточно их предостаточно в нашем районе где мы живем в онтарио поэтому такие будем делать путешествие на озера плавать купаться загорать вот такой вот у нас примерно настрой на это лето поэтому в общем влог сегодняшнего дня я начинаю я сказала но ребята уже просят но и на но пожалуйста я сама страшно скучаю за влогами страшно скучаю за их ним монтажом что я люблю очень монтировать видео говорила уже об этом неоднократно поэтому в общем сегодня долгожданный влог начинается и давайте проведем этот день вместе поехали ну что утром время десятый час и я по дороге на работу в салон работаю сегодня с 10 до 3 короткий достаточно день потом за детками школу так что увидимся через получается там пять часов для вас через пару минут габуся идем и дожку возьмем спускайся сюда спускайся моя зайка вот так цапелька моя идем вот уже звоночек звоночек даешь маме ручку хорошо идем хорошо давай спускайся привет о май год на сайта что это а олд откуда олд же дома был а для чего надо было это принести а третье место за что мы ходим четыре лапа на сайта на сайта на сайта на сайта на сайта так ты что молодец в третье место прибежал ты быстрый у нас этот вот сынок ты каждый день мне приносишь какие-то награды молодец не дожди давай 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 жарко очень жарко с ума я извиняюсь next time хорошо ой такая жара я делаю детям просто омлет не хочется ничего не готовить подогревать супом горячий я точно не хочу мы поели сейчас мороженое пришли немножко у нас было сейчас поедем и делаем омлетик вот так уж как понятно у чем у спортсмен мой музыкант так мы с удушкой вышли из волмарта вот мы в волмарте купили мороженое в этот жаркий день вот такое мороженое китики решили в разнос пойти потому что и душу у нас сегодня в принципе мы уже приобрели книжки четвертого класса будем праздновать да мы будем кушать еще пиццу я взяла просто покушать такой праздник и буду делать сегодня фалафели да фалафели я купила пита и вот эти фалафели которые я брала в постка буду сегодня делать салат все костя вчера для салата купил а еще мы в принципе зачем ехали вы дожки 13 числа концерт нужно быть но презентабельным поэтому мы купили просто туфли чтобы было ему одеть ну они такие будут на один раз четвертый размер у него почти 5 5 не было 20 баксов вот такие туфли ага бульки вот такие смешники купили такие вот тапочки она просто обалдеет видишь она все любит rainbow rainbow все чтобы было цветное да и дожку мы увидели мы говорим и мы должны обязательно и купить и вот такие такие колесенькие туфлятки они очень легкие так бегать домой смотри какие шузики сам это уже сейчас можно носить тебе нравится это нац донатс как донатс похожие да хочешь их одеть садись одених и так время у нас уже вес 20 что там без 27 я еду на свои процедуры своей девочки бровистки откроем окна ой хорошо когда свежий вот тут у нет прекрасно отлично отлично люблю когда я сделаю все свои брови прически так дальше как они Ну, чуик. Вот, да, раз, Влада, и не изгарбишь. Так. Так. Едем. Ой, боже, какая прелесть на улице. Вам не надо смотреть на меня, вам надо смотреть на дорогу. Потому что дорога намного красивее и намного интереснее. Ой, какая прелесть. Вы посмотрите, как все распустилось. Знаете, вот в Канаде всегда так происходит. Ну, и, наверное, во многих странах подобные, которые канадскому климату, то есть, в принципе, Россия. Вот. Все вот эти вот Сибирь и окрестности, грубо говоря. Потому что холодно-холодно. Особенно мы знаем, в этом году зима действительно достаточно-таки задержалась. И очень поздно себя и долго проявляла. Вот. И... Ох, движение немножечко. Ну, вот. И я уже молчу про все вот эти вот, которые были, буря, ураганы, ветра страшные, которые сносили крышу у моих соседей. Вот. Маленькие зарисовочки найду я вам вставлю здесь. То есть, сносила просто реально крышу. Чей вот этот вот шинглс. Почти у всех вокруг, слава богу, у нас ничего не снесло. О, боже мой, ребята, на улице сумасшедший ветер. Я вам сейчас покажу, как на крыше шингл летает. Посмотрите. Опять порывистый ветер. Хоть и солнце, но прям штормовой ветер. Где-то сейчас мы услышали, разбилось у кого-то окно. Видите, как на крыше? О, все. Может, это бурки. На луфе на луфе на луфе. Может, на луфе на луфе на луфе на луфе. Интересно, что на нашей крыше происходит, наверное, то же самое. Вот они уже видят, что у них упала крыша. Джулиана собрала все куски крыши. Джулиана собирает все куски крыши. Вау, они падают прямо на них сверху. Это не у Димы, а у Димы. Ну, у Димы начинает падать, посмотри. О, мой боже мой. Вау, 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 вау. Вау. О, мой боже мой. Как детям разрешают такое гулять, на них что-то еще полетит. Ужас. Здесь вопрос, который должен делать. Просто отрывается и отрывается друг за другом. Все это летит. Вот у нас этот человек залез. Он сам залез, хозяин этого дома, у кого полетела крыша, сам залез и ремонтирует уже второй день. Но это, конечно, нужно иметь смелость. Он так вроде как знает свое дело. Но он все сам дома делает. У нас вообще вчера на крышах у всех работали. Вокруг в районе все вот эти крышевики. Закрывали эти, латали дыры. Мы одного напротив нас, напротив нас парень работал. Мы попросили, чтобы он пострел на нашу крышу. Сказал, что у нас еще все чистенько, все целенькое. Так что пока что в этом урагане, в этом году, слава богу, пронесло. Мы счастливы, что, по крайней мере, не нужно делать, потому что мы, в принципе, по плану где-то в следующем году делать крышу. Так что нас пронесло. Там мастера дома напротив делали крышу. Мы свистнули, так сказать, чтобы они нам сказали, какое состояние нашей крыши, потому что она такая высокая, что мы не можем ее увидеть. Вот. И они сказали, что мы еще окей. Free to go. Так что мы были счастливы. Хотя бы это не сломалось. Но у нас зато AC, наш air conditioner, нужно запчасть эту менять. Реле типа тоже. Поэтому будем ждать запчасть, которую Костя заказал. Будем надеяться, что в ближайшие дни она придет. И мы поменяем и будем уже охлаждаться нормально, не вентиляторами и ветерочком, потому что вот с чего начала к тому, возвращаясь, вот резко наступила жара. То есть были эти ураганы, ветра, дожди. Очень затяжная зима. То есть март это нормальное состояние для Канады, чтобы было еще холодно и снежно. Но когда это в апреле было, и практически вот в начале мая все вот эти ветра и порывистые, вот это все, это просто кошмар. А потом в один день и все стояло лысое. Все было лысое. И в один день буквально, вот, кстати, вы сейчас наблюдаете новые постройки. У нас тут знакомые купили себе тоже. Ну, еще когда от застройщика покупали, еще когда был план на карте, купили себе здесь таунхаус. Сейчас вот думают пожить в нем немножко, перепродавать. Будут смотреть по обстоятельствам. И потом просто буквально за неделю распустилось, все почки набухли, распустились, все стало зеленым. Повылазили вот эти вот одуваны все. Все повылазило, все порасцветало, все весна. Я не знаю, это нормально вообще так для природы, для деревьев. То есть они, наверное, давно уже мечтали проснуться, им никак не удавалось. Ну, вот, слава богу, удалось. Мы видим, я еду по достаточно, у нас здесь этот район достаточно новый. Вот. И поэтому деревья маленькие. Всегда можно понять по размеру деревьев, насколько старый район или новый. Здесь видно, что район достаточно новый. Ну, этому району вообще лет 5. Отроду даже нету. 5 года, 3, наверное. Ну, вот такие вот здесь деревья. Просто часто высаживают уже сразу большие деревья. Достаточно. Вот. Так что. Так, мне нужно где-то здесь запарковаться. Вот здесь. Вот. Все, я запаркуюсь. Вот. Так что, в общем, короче, одним словом, я приехала туда, куда я ехала. И увидимся после. После. Так. Так. А вот и я. Ой, открываем окна. Свежий воздух. Хорошо. Ох, как я люблю, когда у меня все сделано. И стрижечка у меня свежая, подсвеженная. И все подсвеженное у меня. И бровки. Все прям красота невероятная. Меня как-то спросили в прошлом видео, там, где был прошлый мой влог. Я рассказывала, что я покрасилась. И я не поняла. Меня спросили про цвет стен или про цвет моих. Номер цвета стен или номер цвета волос. Я думаю, предполагаю, скорее всего, что это был номер цвета волос. Я отвечу, что мой номер это 3.0. Натуральный. Я крашусь без всяких дополнительных номеров после дэша. Никаких у меня нету. Крашусь просто в натуральный. Но у меня план такой. А, и какой краской я крашусь шварцков. Меня спросили, мои девочки на учебе, планирую ли я менять что-то. Но мне вот с приходом вот этой весны и хорошей погоды захотелось немножко каких-то более ярких пятен вставить в свои волосы. Я, наверное, себе сделаю какие-то хайлайты. Ну, не белые в смысле, а хайлайт с цветом. Мне хочется каких-то, может быть, сине-голубых таких. Несколько так сверху здесь сбоку я сделаю. Ну, может, что-то такое, типа, не знаю, не знаю. Может, что-то типа такое фиолетовое, ну, такой более глубокий фиолетовый. Ну, типа такого что-то. Ну, не знаю, пока что это будет летом происходить. Не сейчас. Идо меня попросил, говорит, мама, можешь мне сделать тоже хайлайты? Я говорю, могу. Только не во время школы, чтобы не показывать плохой пример своим одноклассникам. А летом сделаем тебе несколько хайлайтов. Ну, типа такой, может, ему балаяж. За балаяжем балаяж замутим. Замутим балаяж иду на голове на нескольких его там волосинах. Вот. Так что время уж что у нас сейчас. 7 часов 15 минут. Сейчас я поеду домой. Что-то там нужно будет замутить на ужин. О, я люблю эту погоду. Я люблю, когда нету вот этого пекла, вот этого. Сейчас приятный прохладный ветер. И, короче, с ним намного приятнее. Так, конечно, сейчас я, наверное, заеду в Рексал. Рексал – это частная аптека. Я рассказывала уже о ней в своих видео. Про аптеки. Поеду в Рексал. Он ко мне здесь по дороге ближе находится. Нужно кое-какую шабунь посмотреть. Надеюсь, я ее там найду. О, стояночка пустая. Пустенька-пустенька. Я прямо вот так вот и заеду. Все. Сейчас вот построю то, что меня интересует. Меня интересует шампунь. Для окрашенных волос с низким PH. Посмотрим. У меня есть, конечно, у моего поставщика. Но так как у поставщика на этой неделе я не увижу, то хочу посмотреть, есть ли такая шампунь в Рексале. Короче, нету там, называется, я не разбежалась. Захотела в субы, в магазине, в обычном фарме купить профессиональные шампуни. Нету там низкого PH. Дальше. Единственный нормальный шампунь, который я там нашла, это без сульфата. Сульфат-фри от Редкин. Который, в принципе, здесь тоже продается только лишь через поставщиков. Но, видимо, они каким-то образом пару поставщиков добрались и в этот магазин. Скинули там несколько, буквально пару банок того, кондиционера и пару банок шампуня. Скинули. А я поеду, не буду бежать. Поеду здесь. Да, так что, только лишь от Редкина я нашла нормальный шампунь, но мне не нужен Редкин и мне не нужен сульфат-фри. А мне нужен просто был с низким PH. Для восстановления волос после окрашивания. Ну, сейчас мы проезжаем по улице Розенфорд. Направляемся домой, выкладываем детей. Так. Проверяем наше хозяйство. Здесь уже цветочки. Цветочки появляются. Вот, маленькие ягодки уже спеют. Здесь, здесь еще одни листья или есть. Ой, вот уже появились маленькие смородинки. Это черная смородина. Ой, запах смешатся. Это мы купили, как настоящие канадцы в этом году, мы купили готовую рассаду. К своему стыду я ничего не выращивала сама. Я не хотела, я наплевала на все. Я сказала, не хочу. В этом году ничего. Мы купили два помидора, два кустика. Не помидоры, а вот это вот черри. Это один черри. Купили готовую рассаду. Вот. Вот они. Early girl. Tomatoes. А нет, это обычные томатус. А вот это черри. Вот такие красивые они будут. Ну, красотки. Да. Вот это вот черри. А это помидорки. Они достаточно хорошо вытянулись за неделю. Это перчики. И два перчика. А это перчик, и вот тот перчик. А это тоже смородина. Две. Елочки наши мы убрали. Грядку разобрали. Ну, как-то. Не знаю. Вот. Ягодки, ягодки. Ягодки. Сильно не будем на них концентрировать внимание. Шакабик очень быстро уничтожит еще в зеленом виде. Так, что? Water. Ты блатная? Молодец. Ого. Это орел? Eagle? Это your ball eagle? Или Falcon? Ого. Вау, он, наверное, там летает над добычей над какой-то. Наверное, над какой-то мышкой летает. Габи, ты прямо этот. Вы деловые, прям такие курицы. Это Костя варил муравьев. Пятно осталось. Был муравейник, и он их варил. Заливал кипятком. Да. Да. Трякки, я? Вот. И наша вишня. Сейчас, Габи, сейчас я тебе налью в ведро водичку. Я. Вот здесь хорошо. Ветка новая, ветка новая. Короче, все это новые ветки. Он очень хорошо пошел. Мы его надрезали здесь. И он пустил столько много веток. Это наша вишня. Называется бинг-черри. Должна быть сладкая, темная. Вишня сейчас, Габи, я наберу воду сейчас. Спокойной ночи, дожка. Тебя вообще не видно здесь. Где ты? Фига, Буль, давай будем в спадке. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ее одеяло и подзюзка ждут ребят. За день мы устали очень. Скажем всем, только минуты сказки закрыты. Сказки можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться и поймать пирожок птицы. Пирожок птицы. Пирожок птицы. Пирожок птицы. Пирожок птицы. Штут. Пизжки possível. Птицы. Птицы уснули в саду. Месяц на небес, тихого кошка спи. Субтитры сделал DimaTorzok